Пронизывающий ветер и дождь в перемешку со снегом. В таких непростых условиях проходили соревнования по спортивному ориентированию. Четвероклассник Саша Довбыш всего год занимается этим видом спорта. Но мама Наталья его выбор заниматься ориентированием всячески поддерживает. Погода, кстати, наоборот, беговая. Жару я не люблю. А сын занимается спортивным ориентированием. Специально его освободили от школьных занятий, чтобы побегать. Это поднимает настроение. Ориентируемся по картам. Вот сейчас он мне как раз помогал, когда мы проходили дистанцию. Организаторы разработали для участников три разных маршрута. Это один, полтора и два километра. Каждый спортсмен выбрал ту дистанцию, которая ему по силам. Как и полагается на соревнованиях по ориентированию, у всех спортсменов свой персональный номер и специальный чип, чтобы отмечаться на точках. Это именно для здоровья хорошо, потому что на свежем воздухе. Это можно сделать каким-то средним шагом, средним бегом. И при этом еще получить какие-то знания. Это топография, это ориентир. Глеб Мамаев – один из самых юных участников марафона. Он здесь не случайно спортивным ориентированием занимается в секции. Правда, в соревнованиях принимает участие впервые. Несмотря на юный возраст и небольшой опыт, Глеб финишировал в числе первых. Не всегда ты знаешь, что тебе предстоит в лесу. И этот вид спорта может тебе помочь выбраться из леса. Спортивный марафон приурочен к празднованию Великого Дня Победы. Он объединил как профессионалов этого вида спорта, так и любителей. Пришли поучаствовать даже целыми семьями. Поэтому в этот день на спортивном празднике проигравших не было. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. Руслан Сафин. Новости Химки ТВ